МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». В рубрике «Епархиальные вести» мы расскажем о торжественной встрече в городе Липецке честных мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. Вечером 7 августа к стенам Липецкого кафедрального Христорождественского собора пришли верующие всех возрастов для долгожданной встречи мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. В год 800-летия со дня рождения князя были организованы четыре крестных хода по российским и белорусским городам. Четыре частички святых мощей проехали 25 тысяч километров и посетили в обеих странах более 80 городов, одним из которых стал Липецк. Вместе с прихожанами прославленного святого встретили высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, преосвященнейший епископ Усманский Ефимий, клерики кафедрального собора во главе с протеереем Василием Бельчуком и духовенство епархии. Под перезвон церковных колоколов ковчег пронесли вокруг храма, сопровождая шествие молитвой, обращенной к благоверному князю. Такого примера я еще не видел, чтобы встречали с военными почестями героя России Александра Невского. И, конечно, это очень торжественно, это очень здорово, и это очень хорошо, что таким образом мы обращаем внимание на такого замечательного исторического деятеля, как Александр Невский, который был очень разнообразен в тех талантах, которые даровал ему Господь. Это и полководческие таланты, и дипломатические таланты. Безусловно, можно сказать, что Александр Невский очень важная историческая фигура для России, потому что он, в свою очередь, задал некий вектор развития самой государственности. И поэтому, конечно, такая встреча, как здесь, в Липецке, это вот то, на что нужно равняться, если можно так выразиться, когда мы встречаем такого святого. По окончании молебна святые мощи были принесены в собор, где верующие смогли проложиться к святыне и услышать приветственное слово владыки Арсения. И сегодня, и завтра вы сможете приложиться к его мощам и спросить его молитвенного заступления и помощи. У тех, у которых служивые люди есть, попросите за них святого благоверного Александра Невского, чтобы он целил в них премужество и силу, и смекалку, и мудрость. У тех, у которых дети пошли на военную службу, отбывая воинскую повинность, также помолиться за них, чтобы он силу, мужество и крепость в том служении, которое они проходят, получая азы военного искусства. А мы, верующие, для нас большой радость является то, что один из духовных, отечественных лидеров нашего Отечества сегодня почивает здесь святыми своими мощами. И мы, как дальние его родственники, может быть, отстоящие на эти 800 лет, сегодня прикасаемся к его святыне, просим вас уступления и молитвенной помощи в нашем служении, в обществе, в церкви, в наших семьях, в наших отношениях с друг другом. Поздравление главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова собравшимся передал его заместитель Александр Рябченко. Я рад, что я стал поднимать в области и иметь возможность поклониться в мощах великого и святого дняя Александра Рябченко. Игоря Артамонова собравшимся поднимать в области и в вечерах нового вас и нас. Хочу пожелать каждой православной семье и здоровья и притягиваться в вашем доме. Утром следующего дня высокопреосвященнейший митрополит Арсений возглавил в соборе божественную литургию, вознося молитвы святому князю Александру в сослужении векарного епископа Ефимия и священнослужителей Липецкой епархии. «Поток прихожан, желающих приложиться к святыне, не иссякал на протяжении всего богослужения. Каждый хотел прикоснуться к святому, снискавшему народную любовь еще при земной жизни и которая приумножилась с переходом благоверного князя в жизнь вечную». Это единственный святой, в честь кого в нашем Отечестве были военные награды, даже в советский период, в период Великой Отечественной войны не прекращались. Конечно, это второй, наверное, князь Владимир, потому что князь Владимир крестил нашу Русь в православии, а Александр Невский – это тот, кто сохранил эту веру, потому что именно от Александра Невского зависело в тот исторический период, сохранится вера или нет. У него стоял выбор либо принять помощь Запада вместе с католицизмом, либо дать отпор и сохранить душу для спасения народа, но при этом поклониться земным владыкам. Он выбрал вот именно такой путь, который дал возможность сохраниться в вере. И мы видим, что спустя 800 лет народ почитает Александра Невского, благодарит его за то, что он сохранил веру, а на вере зиждется все в нашем государстве. Кто бы как ни реагировал на нашу веру, но на самом деле все нравственные основы нашего государства – формирование, сохранение государства, а не именно духовно-христианские. Поэтому Александр Невский, он сегодня является таким фундаментом, его пример, как князя, как крестьянина, как сына, как отца. Вот это очень важно. Если мы сможем донести это до народа, до подрастающего поколения, то верю, что и вера сохранится, и страна наша будет незыблема. Завершая богослужение, владыка Ефимий обратился к прихожанам с рассказом о жизни и подвигах святого благоверного князя Александра Невского. Моляясь у мочи Александра Невского, князя, русского князя, мы понимаем, что, храня свою веру, мы храним тот опыт, в котором жили наши предки. И вполне логично, что князь был причислен к их святым, и как человек, и как святой, потому что суден, занимая высокий, как мы говорим в современном языке, государственный пост, он и высоко ценил, он для законы старался и не бежит. Почитание святого Александра Невского в нашей стране очень велико. Народная память всегда будет хранить предания о достойном правителе, охраняющем мечом и щитом свое Отечество, и о святом благоверном князе, усердно молящемся за Родину у Божьего престола. Каждый год в начале Успенского поста православные христиане приносят мед в храм для освящения. Об истории этого обычая, а также о тонкостях пчеловодства нам рассказал Иерей Михаил Новосельцев, наставитель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Васильевка. Святая Церковь Святая Церковь установила четыре раза в году продолжительные посты, приуроченные к важнейшим православным праздникам. 14 августа верующие вступают в Успенский пост, известный с раннехристианских времен. Мы постимся, следуя примеру Пресвятой Богородицы, которая, узнав о предстоящем Успении, усиленно молилась за всех людей и постилась, хотя и без поста была духовно совершена. Для православных христиан это дни особого говения, дни особой молитвы, добрых дел, дни покаяния. Этим праздником мы с вами готовимся к встрече Успения Божьей Матери, праздника, как Пасха Богородицы, как Пасха была для Христа, как Господь воскрес, так и Божья Матерь, Господь воскресил Свою силу, Свою любовью при Своей Пречистой Матери. Он воскресил ее из мертвых, после ее смерти сразу и забрал к себе уже с телом на небо. Этот пост отличается строгостью, в первую очередь, таким же, такой же устав, устав такой же практически весь, как и в Дни Великого Поста. Единственное, что, конечно, он очень коротенький, две недели всего, поэтому нужно каждому христианину в такой короткий срок постараться немножко прийти к покаянным чувствам, осознать свои немощи, свои грехи, исправиться в чем кто может, как по мере сил своих. Открывает Успенский пост праздник происхождения изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, который первоначально был установлен в IX веке в Константинополе как местно чтимый. В этот день Святая Церковь, как и в Дни Великого Поста, в середине Великого Поста предлагает нам поклонение Кресту Господню, так и здесь, в начале даже самого поста, начинаем и встречаем в этот пост, вступаем в этот пост праздником поклонения Кресту Господню. Этот день изнесения, то есть, или предизнесения древ Господних, это древний был обычай в Константинопольской Церкви, износили из царских хранилищ, из императорской хранилищ, из императорской сокровищницы, износили большую частицу древа Господня и носили ее по улицам города Константинополя ввиду больших болезней, которые в то время наступали из-за жары большой в этих странах южных. Служили молебны, литии, священники постоянно. Именно весь Успенский пост продолжался, и люди поклонялись Кресту и получали многие от этого исцеления. Потом этот праздник перешел на Русь уже с другими событиями. А именно в этот день, 14 августа, 1 августа, по старому стилю, Святая Русь приняла крещение через князя Владимира. Сам князь крестился и крестил Святую Русь в этот день, 1 августа, в 1988 году. Потом этот же день в 12 веке отметился, прославился тем, что два друга между собой, наш князь Андрей Боголюбский, император Мануил, Хризаверк Константинопольский, они в этот день и зашли каждый на воины с язычниками, император Мануил со срацинами, то есть с мусульманами, а князь Андрей Боголюбский с язычниками, которые жили в низовьях реки Волги с болгарами. И каждый одержал такую блистательную победу, и потом они посылали друг другу такие поздравительные письма, и в этот день сговорились между собой, но после собора с епископов старейших отмечать День Всемилостивого Спаса. В народном представлении праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня более известен под названием Медовый Спас из-за благочестивой традиции освящать в этот день мед нового урожая. Церковь предусмотрела освящать мед. Мед – это очень ценный продукт в нашей жизни, тем более в древние времена, когда не было ни сахара, ни конфет, ни тортов особенных. Мед всегда освящали, и так вот получилось, так сложилось, что именно к этому времени, к 1 августа старому стилю, то собирали все пчеловоды, основная часть меда собиралась, откачивалась, и несли его в церковь, освящали как начатки любых даров божьих. Вот, и пчелы же добывают не только мед, и воск, который тоже очень ценен для человека. Из воска всегда делали восковые свечи, которые использовались в храмах. Не было уже ни парафинов, никаких других таких технических возможностей сделать других свечей. А в церкви служили везде, в каждом селе был свой храм, ежедневные службы проходили, ночные служили, всегда большие службы. Вот, и воск очень такой важный был момент. Поэтому даже священникам позволялось в древние времена, в канонах написано, что священнику позволялось быть пчеловодом, то есть бортником, заниматься пчеловодством. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Васильевка Иерей Михаил Новосельцев занимается пчеловодством 6 лет. Это сложное занятие, требующее глубоких знаний по организации ульев, уходу за пчелами и получению продуктов их жизнедеятельности. Пчелы могут заболеть, замерзнуть, подвергнуться атаке вредителей или улететь роем в неизвестном направлении. К тому же химикаты, которые часто используются сейчас в сельскохозяйственных полях, отравляют этих медоносных насекомых. В пчелиной семье царит строгая иерархия. Главной является матка. Чтобы быстро отыскать ее среди остальных насекомых, пчеловоды помечают ее специальным безопасным фломастером. А вот я вам сейчас покажу рамочку с печатным расплодом. Смотрите. Видите, печатный расплод. Это вот эти детки, вот эти детки, они выйдут. Вот сейчас можно посмотреть, как они выходят даже прям. Сейчас можно увидеть усики. Так и начинают усики, они выходят. Вот, полезла. Пчела развивается 21 день вот в этой ячеечке. Сначала матка откладывает маленькую личинку, и пчелы начинают кормить ее маточным молочком. Для обустройства улья отец Михаил использует ващину, чтобы пчелы не тратили много времени и сил на самостоятельное построение сотов. Вот эта ващиночка, вот она, тоненький листочек, он внутри стоит, а вокруг пчелки уже отстроили его своими сотами. Они там до миллимикрон, одинаковые ячеечки вот эти строят так. Вот. Дружинцы. Пчелочки наши. А потом сюда наносят нектар. Или матка сюда сеет, свои ячеечки откладывает, потом вырастают молодые пчелы. Пчелы – самые трудолюбивые насекомые. За сутки пчела совершает несколько перелетов и может передвигаться с грузом, который весит в несколько раз больше, чем она сама. Но и без перелетов пчелы не знают отдыха. Они днем паскают нектар, носят в улей, а всю ночь они потом выпаривают лишнюю влагу. Такое жужжание, как вы стоите, выходишь ночью на пасеку. Такой аромат вот этот самый, который ночной, он происходит из-за того, что они этот нектар, они начинают лишнюю влагу с него выпаривают. Они стоят вот так, улочки стоят в этом, в улье стоят вот так, дорожками стоят и крылышками машут всю ночь. Пчела, она из-за этого быстро, рабочая пчела, она живет 2-3 недели. 3 недели максимум живет летом, потому что она днем летает, а ночью работает вот по выпариванию нектара. Все продукты жизнедеятельности пчел чрезвычайно полезны для человека. Прополис, спиргу и маточное молочко часто используют как лекарство. Из воска делают свечи, используют в качестве пищевой добавки. И, конечно же, сам мед – одна из любимых сладостей детей и взрослых. Этот мед уже можно его качать, готов к употреблению, он уже высушенный, выпаренный, лишнюю влагу пчелы из него выпарили. То есть этот мед никогда не забродит, он будет храниться там тысячу-две-пять тысяч лет будет храниться спокойно. Пчелы, вот когда запечатывают вот эти вот сотики, они добавляют туда какой-то фермент свой, слюны, как консервант, некий такой природный свой. И вот он хранится, для хранения вот этих всех сотов это все так, как Господь предусмотрел. Благодарны за то, что по милости Божией и в этом году пчеловоды смогли получить мед, а остальные его приобрести, этот ценный продукт освещают в храме 14 августа. По благочестивой традиции часть меда оставляют в церкви для нуждающихся. Для тех, кто вступил в строгий Успенский пост, питательный и сладкий мед является хорошим подспорьем в укреплении своих телесных сил. В рубрике «Тебе поем» прозвучит стихира Пресвятой Богородицы о преславном чудесе в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных академий и семинарий под управлением архимандрита Матфея Мэрмеля. Матфея Матфея О, святых сладников наших Умоляемая Матфея 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 Роспою Охрена Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.